Ульяна и Арина, пожалуй, одни из немногих, кто сохраняет спокойствие в зале Казанского вокзала. Кто-то готовит документы, чтобы передать их организаторам, кто-то переживает из-за предстоящей разлуки с домом, а кто-то заводит новые знакомства. Настрой девушек понятен. Это их четвертая поездка в лагерь «Премьера», расположенный на берегу Черного моря. Любим ходить на хобби-кружки на море, но бываем, просыпаем зарядку, это просто, потому что подъем в 7 часов утра, мы говорим вожатам, что можно нам проспать зарядку, на линейке мы будем. Но иногда просыпали и линейку, и завтрак, и море тоже просыпали, и ходили только на хобби-кружки, вставали только с хобби-кружков. Если в Одинцовском районе в этом году лета нет, значит, Одинцовские дети сами едут в лето. На третью смену в оздоровительный лагерь отправились 49 ребят. Их ждет не только теплое море. Отдыхающим предстоит в течение трех недель, ровно столько длится смена, снимать фильмы под названием «100 причин, чтобы жить». Кто-то будет режиссером, кто-то постановщиком, кто-то будет писать какие-то сюжеты для своих будущих фильмов. Поэтому я очень надеюсь, что наши ребята приедут действительно счастливые, которые получат целый комплекс радости. Одинцовские дети отдыхают не только в Анапе, но и в Евпатории, и недалеко от дома в Подмосковье. В этом году оздоровительной компанией охвачено 500 ребят. Отдых для них бесплатен. Путевки приобретены за счет средств муниципалитета. Для нас, для организаторов, очень важно, чтобы наши школьники получили не только полный комплекс всех необходимых мер для оздоровления. Это и хорошая инфраструктура, и прекрасное питание, и медицинское сопровождение, и качественное вожатское обслуживание. Но в первую очередь, чтобы наши ребята еще приобрели какие-то необходимые для жизни навыки. Так называемые метанавыки, которые очень в этом году хорошо развиваются в рамках лагерных смен в лагере «Премьера». До отправления поезда еще много времени. На отдых пока и намека нет. Дети в растерянности. Родители нервничают. Напутственные слова даны еще дома, но их повторения лишним не будет. Главное – слушаться воспитателей, всегда оставаться людьми в любой сложной ситуации, быть самостоятельными, взрослыми, потому что уже взросли с каждым годом. И много-много там заниматься, отдохнуть хорошо, побольше заниматься в кружках, Арина. А мне очень хочется, чтобы они все-таки купались побольше. А кто-то, чтобы скоротать время, строит планы на ближайшее будущее и уже представляет, чем будет заниматься в лагере. Там будут кружки всякие. Мы там будем ходить на зарядку, вставать рано утром. Мы там будем ходить на море, на экскурсии, в окропах. Пришло время прощаться. Поезд Москва-Анапа отправляется в долгожданное путешествие в лето. Но третья смена в лагере премьера не последняя. В августе в Анапу отправятся еще 49 юных одинцовцев. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».